В 90-е годы это все началось, как раз тоже очень непростые времена были. Были выведены войска из Германии и получены как раз мощности по производству бетона. Мы увидели, что эта технология очень интересная. Она тогда в России только начинала развиваться. Это было тогда прямо ноу-хау, можно сказать. И было очень интересно видеть, как можно строить совершенно разные конфигурации домов, мостов и бизнес активно развивался. Ну и вообще, в общем-то, созидательная стезя, возникает какая-то гордость и достаточно большое удовольствие получаешь от того, что бизнес твой приносит пользу как тебе, так и всем окружающим. Это объединенная площадка, которая включает в себя совершенно разные предприятия с равной направленностью, но объединенные одним общим. У нас есть и химические добавки, и производитель нерудных материалов, и все ведущие цементные производства. Как раз одна, опять же, из основных миссий Союза — это то, чтобы доводить до представителей нашего Союза все вот эти инновации, новые направления и, мало того, просто знакомить между собой этих представителей, которые занимаются теми или иными разработками и хотят внедрить в себя. Первую очередную, конечно, задачу Союза преследует в том, чтобы объединить участников рынка, сформировать повестку актуальную, какая она сволнует, и донести ее до регуляторов, до взаимодействия со властью. Есть два профильных министерства, которые нам ближе всего. Вот эта выработка совместная первоочередных мероприятий, которые требуются, она просто архи-важная и архи-сложная. Как говорил Владимир Ильич, никуда не денется. Мы должны практически в экономике совершить революцию. Мы участвуем в создании, в обсуждении, в принятии ГОСТов и не только на бетоны, да, но и на составляющие этого бетона, на цемент в том числе. И мы видим, что без широкого обсуждения такие вещи не должны проходить. Компания Вилаш. Вместе строим будущее.